Лачхейт А-12 был высотный, Матч-3 плюс разведывательный самолет, построенный для Соединенных Штатов Центрального Разведывательного Управления, ЦРЭУ, по Лачхейт Скумкуаркс, на основе конструкции Кларенс Келли Джонсон. Самолет получил обозначение А-12, 12-е место в серии внутренних разработок для Архангела, внутреннего кодового названия самолета. В 1959 году он был выбран среди проектов Чанвайрфиш и Кингфиш как победитель проекта Густы и был разработан и эксплуатировался в рамках проекта Аксчарт. Представители ЦРУ изначально отдавали предпочтение конструкции Чанвайра из-за меньшего поперечного сечения радара, но спецификации А-12 были немного лучше, а его прогнозируемая стоимость была намного ниже. Соответствующий послужной список компаний оказался решающим. Работа Чанвайр над Б-58ю сопровождалась задержками и перерасходом средств, тогда как Лачхейт производила У-2 вовремя и в рамках бюджета. Кроме того, у Лачхейт был опыт ведения черного проекта. А-12 производился с 1962 по 1964 год и летал с 1963 по 1968 год. Он был предшественником двухместного прототипа истребителя, перехватчикой в 12 ВВС США, пусковой установки М-21 для дрона Д-21 и СР-71 Блачхберт. Немного более длинный вариант, способный нести более тяжелое топливо и камеру. А-12 начал полеты в 1967 году, а его последний полет был в мае 1968 года. Программа и самолет были сняты из производства в июне. Официальная программа была представлена в середине 1990-х годов. Офицер ЦРУ позже написал, «Аксчарт был выбран из случайного списка кодовых имен для обозначения этого неокры всех последующих работ над А-12». Сам самолет также стал называться так. Экипажа назвали Я-12 и Гнус, предложил пилот Джек недели следовать практике Лачхейт и минования самолетов после того, как небесных тел. Дизайн и разработка после провала проекта ЦРУ «Радуга» по уменьшению радиолокационного поперечного сечения РЦС-У-2. В конце 1957 года внутри Лачхейт начались предварительные работы по разработке последующего самолета для облета Советского Союза. Конструктор Келли Джонсон сказала, «В апреле 1958 года я вспоминаю, как долго дискутировал с заместителем директора ЦРУ по планам Ричардом Беселом по поводу того, следует ли делать продолжение самолета У-2. Мы договорились, что есть должен быть еще один снаряд, прежде чем спутники сделают авианосную разведку ненужной для скрытой разведки». В рамках проекта «Вкус конструкции» получили прозвище «Архангел» в честь программы У-2, которая была известна как «Ангел». По мере развития конструкции самолетов и изменения конфигурации внутренней обозначения Лачхейт изменилась с «Архангел-1» на «Архангел-2» и так далее. Эти названия разрабатываемых проектов вскоре стали просто известны как «А-1», «А-2» и так далее. Первая программа ЦРУ по разработке самолета, следующего «Зау-2», носила кодовое название «Аксчарт». Эти проекты достигли стадии А-11, когда программа была пересмотрена. А-11 конкурировал с предложением «Чанвайр» под названием «Кингфиш» с примерно аналогичными характеристиками. Тем не менее, «Кингфиш» включал в себя ряд функций, которые значительно снизили РЦС, что было сочтено благоприятным для платы. Лачхейт ответил простым обновлением А-11, добавив сдвоенные скошенные ребра вместо одного прямоугольного, а также добавив ряд участков из неметаллических материалов. Это стала конструкцией А-12. 26 января 1960 года ЦРУ заказало 12 самолетов А-12. Новые материалы и технологии производства. Поскольку А-12 значительно опередил свое время, многие новые технологии пришлось изобрести специально для проекта «Аксчарт», а некоторые из них используются и по сей день. Одной из самых больших проблем, с которыми тогда столкнулись инженеры, была работа с «Титаном». В своей книге «Скум Куаркс», «Личный мемуар лет моих в Лачхейт», Бен Рич заявил, что наш поставщик – «Титаниум металл с Чарпаратион», что только ограниченные запасы драгоценного сплава. Поэтому ЦРУ провели обыск по всему миру и с помощью третьих лиц эффективной компании удалось ненавязчиво закупить основный металл одного из ведущих мировых экспортеров Советского Союза. Русские никогда не подозревали, как они на самом деле способствовали созданию самолета, который спешно строит, чтобы шпионить за их родиной. ДА-12 «Титан» использовался только в высокотемпературных выхлопных обтекателях и других мелких деталях, непосредственно связанных с поддержкой, охлаждением или формированием высокотемпературных областей на самолетах, таких как те, которые подвергаются наибольшему кинетическому нагреву точки от воздушного потока, например, от передних кромок крыла.